В данный момент мы посетили стенд компании Roland, на котором я хотел бы поподробнее вам рассказать о новинках от этой компании, о рабочих станциях линейки FA-06 и FA-08. Это новая рабочая станция от Roland. Отличаются они друг от друга тем, что здесь мы имеем синтезаторную механику, в то время как на модели FA-08 имеется полноценная, полновзвешенная фортепианная клавиатура. Что вам рассказать о этой рабочей станции? Во-первых, здесь множество различных тембров присутствует. Тембры унаследованы от звукового модуля компании Roland Integra-7. Кроме того, здесь имеется возможность регулировки звука в реальном времени. Здесь мы можем управлять частотой среза, резонансом, параметрами огибающих, эквалайзером. Какие-то назначаемые параметры присутствуют. Например, сюда можно назначить различные эффекты. Кроме того, здесь есть уже готовые возможности назначения параметров. Это компрессор, тон, хорус, реверберация, общий эффикс и управление этим эффиксом, тем, которые назначены к конкретному тембру. Также здесь имеется классический для компании Roland датчик D-Beam, который мы можем управлять любыми параметрами. Например, здесь есть соло-синтезатор. Кроме того, мы можем управлять с помощью датчика экспрессии или назначить датчик вообще на любой параметр, который мы сами пожелаем. Также эти станции отличают углубленную интеграцию в любые DAW. В этом режиме он может управлять, как MIDI-клавиатура, вашей любимой DAW. Можно настроить все параметры под нужную вам DAW. Вот, например, здесь мы можем выбирать междуложек, сонар, Cubase, какими-то пользовательскими вариантами. Таким образом, мы назначаем пэды рабочей станции, ручки и кнопки на те функции, которые нам нужны. Естественно, здесь есть возможность разделения и наложения клавиатуры, транспонирования. Вот такой классический, опять же, для Roland датчик, одновременно управляющий высотой, тонной и модуляцией. Здесь мы имеем расширенную секцию выбора тембров. Цветной большой дисплей с удобным колесом. Есть кнопочка Preview, демонстрирующая звучание инструментов, которые мы выбираем. Так же, как и Roland Integra. Есть Favorite группа, где мы можем сохранять свои любимые тембры. Выбор по панкам, либо выбор по группам. Естественно, здесь имеется арпеджиатор, память аккордов, ритмические паттерны, которые мы можем активировать вот отсюда и менять. Темп управляется отдельной ручкой, что немаловажно и очень удобно. Естественно, есть очень мощный и навороченный секвенсор, 16-дорожечный, где мы можем управлять отдельными дорожками, назначать туда различные тембры. Отдельно имеется дорожка с пэдами. Также есть встроенный лупер, есть встроенный секвенсор. Кстати, возможность записи в секвенсор позволяет делать запись нон-стоп и интегрировать ее потом в качестве мультитрека по USB в вашу любимую DAW. Что касается сэмплера, здесь мы видим 16 различных пэдов динамических. Пэды позаимствованы у классического сэмплера от компании Roland SP-404, но теперь они динамические. На каждое из этих пэдов мы можем назначать различные сэмплы. Сэмплы могут быть любыми, мы можем их кольцевать, записывать самостоятельно, очень удобно с этим обращаться. Есть режим Hold, который позволяет, например, закольцевать какой-то сэмпл. Ну и, конечно же, классическая для Roland, очень качественная клавиатура, на которой очень приятно играть. Теперь я вам хочу продемонстрировать возможности сэмплинга на этом инструменте. Для этого я надену наушники, чтобы слышать то, что я делаю. Здесь у нас имеется 16 сэмплов, 16 пэдов, прошу прощения, на каждой из которых мы можем назначить свой собственный сэмпл. Играть мы можем ими как барабанными звуками. Также мы можем кольцевать фразы, например, вот так. После этого можно играть поверх любым звуком, который мы пожелаем. Так это примерно и происходит. Чтобы записать сэмпл, ничего сложного делать не нужно. Мы просто выбираем функцию сэмплинг, выбираем нужный пэд. Он предлагает нам записать. Мы нажимаем ОК. После этого, как только мы нажмем старт, пойдет запись сэмпла. Нажимаем старт. После этого нажимаем Стоп. Он выводит здесь нам форму волны. И таким образом мы можем выставить стартовую точку сэмпла. Мы можем выставить конечную точку сэмпла. Другие различные настройки. Вот, например, можно увеличить отображение формы волны. В том числе вот здесь. Есть гейт-режим, который не позволяет клиповать сэмплу. Есть луп-режим. Уровень громкости. Посыл на эффекты. После того, как мы поставили здесь режим луп, сэмпл будет закольцован. Работать с этим сэмплером очень удобно и приятно. Кроме того, этой функции до этого я не встречал на рабочих станциях. Для современной музыки эта функция актуальна. Ну и что еще сказать? Вес небольшой. Звуки очень качественные. Я думаю, это не только для студии прекрасный инструмент, но и для сцены.